В Тверской области в летний период этого года было временно трудоустроено 4536 подростков. Этот показатель стал одним из лучших среди субъектов Центрального федерального округа. Такие данные были озвучены в ходе очередного заседания регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя. Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, уровень занятости школьников в летние месяцы 2020-го оказался таким же, как и год назад. Подробности в материале нашей съемочной группы. Открывая очередное заседание правительства Тверской области, глава региона Игорь Руденя напомнил собравшимся о том, что с 1 сентября этого года вступили в силу поправки в федеральный закон об образовании, предложенный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Отныне на законодательном уровне воспитательная работа с детьми и молодежью закрепляется как обязательная часть образовательного процесса, направленного на формирование личности на основе традиционных ценностей, в том числе уважения к труду. Сегодняшние подростки – это наш кадровый резерв, те молодые люди, которые придут нам на смену, на руководство нашим регионам, и необходимо уже сегодня готовить их к работе в реальном секторе экономики, привлекать к труду на высокотехнологичных предприятиях, включая сферу информационных технологий, ну и, конечно, на предприятиях, которые сегодня являются флагманами нашей региональной экономики. Пожалуй, один из ключевых показателей, который областное правительство точно может занести себе в актив – количество подростков, которые были временно трудоустроены во время трехлетних месяцев этого года. В различных сферах, будь то торговля, реклама, гостиничный или ресторанный бизнес, были заняты в общей сложности более 4,5 тысячи ребят в возрасте от 14 до 17 лет. Такое количество работавшей летом молодежи позволило Верхневолжье войти в пятерку регионов, где временное трудоустройство подростков оказалось наиболее активным. Заметную помощь в этой работе предприятиям Тверской области оказали и региональные власти. Так работодатели получали 50-процентную субсидию на зарплату подросткам. К примеру, муниципальное автономное учреждение «Зеленстрой» Кувшиновского района на зарплаты подросткам потратило 234 тысячи рублей. Однако порядка 117 тысяч было возвращено из областной казны. За этот период, июль-август, у нас отработало 42 человека. Дети у нас занимались благоустройством. Они убирали улицы, благоустраивали парки. То есть, занимались озеленением, имеется в виду ухаживание на центральной площади за клумбами, поливка цветов. То есть, как бы, приводили в порядок захоронения воинские. Добавим, лидерами по трудоустройству ребят во внебюджетной организации стали Кувшиновский, Сандовский и Андреапольский муниципальные округа. Лучшие же показатели по числу трудоустроенных подростков в Твери, где обеспечена занятость свыше 1100 человек. В Вышневолодском городском округе более 300 человек. Торжке свыше 260 человек. Еще один вопрос заседания правительства касался перераспределения финансов в связи с сокращением средств на обслуживание госдолга Тверской области. В текущем году экономия составила порядка 800 миллионов. Значительная часть средств будет направлена на закупку фельдшерско-акушерских пунктов, рассказал, подводя итоги заседания областного Кабмина глава региона Игорь Руденя. Целый перечень, который у нас есть, но я считаю, что самое, наверное, важное направление все-таки фельдшерско-акушерские пункты, потому что у нас большое количество первичной медицинской помощи находится, прямо скажем, в удовлетворительном состоянии. Поэтому работа очень большая, и надеюсь, что мы все-таки эту работу в ближайшие несколько лет проделаем с хорошим результатом. Также на заседании правительства Тверской области были рассмотрены вопросы перераспределения субсидий на формирование комфортной городской среды, уточнены ряд нормативно-правовых актов, внесены изменения в закон Тверской области о развитии малого и среднего предпринимательства в Тверской области. Субтитры создавал DimaTorzok